ребята всем привет третий день охоты сегодня охотимся на серого гуся вчера сюда же приезжали вот димончик там спрятался самка лешего вчера сидели мы в канаве вот в этой вот она там идет вот там были скротки и как-то гусики до нас не долетали все стороной шли сюда и куда это и там на поле садились но тут озимка как бы на поле не вкупаешься посередине вот мы тут такую низинку нашли с травой борозна такая была немного мы здесь прикопались как бы один налет уже был пока мы тут еще шерудили тут расставлялись прямо над скротками протянули два серых метров 15 короче вчера было тут ну штук 15 может если всех общих летала тоже серых белолобого нету отдельные такие стаи очень редко бы стрелял один раз я далековато ну просто уже хотелось стрельнуть в конце прям напротив солнца ну как бы с трофеем рога косули нашел все равно ж не зря съездили расставили расстановку чучел подальше метров ну сколько тут 70 ну как-то серого и наоборот они отпугивают нашего местного по крайней мере это что такое утки короче если хотя бы постреляем по серым хотя бы если будет налет это уже будет хорошо потому что они очень у нас сложные гуси они местные тут прошаренные всех охотников знают в лицо очень тяжело их взять будем охотиться но есть надежда конечно что будет какая-то транзитная ставите может налетит уже две ночи такой мороз жесткий прям где-то градусов под 7 вчера вообще было у меня в телефоне показывала минус 9 за всю зиму не было такого только весна пришла и все и погнали морозы в морозную погоду обычно гусь позже вылетает он крутится там на воде чтобы не замерзала особенно как у нас сейчас воды мало нету разлива и они там сидят где-нибудь в болоте в маленьком месте то он как бы долго не слетает чтобы не замерзала его место чучела надо морозную такую погоду забирать потому что они за ночь обмерзнуты не мои гуси будут шугаться и шарахаться да на солнце очень будет блестеть особенно вот такую погоду солнце встает ой лишь уже летит один высоковато правда но все же вообще не скоро сейчас если она летит надо бить далековато далековато далеко блин я хочу чуть не доходит а вообще сядет бляха профиля садится сотри сел в болин блин далеко метров 70 наверно был он даже не смотрит сюда смотри пасется себе как того то не быстро он при они прилетают на и быстро пожрали сваливать о гусьи 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 гусь гусь да так как гусиный о а вот это точно гуси 2 вот летят с тополей бляха гуси там садятся слева справа бляха даже круг почета не сделали сразу шлепнулись то он еще летят к ним не нужно не будем стрелять так высоко а а а а а а а а Досрать им этот манок Эти профиля Вообще Ни к гусям не полетели Ни к профилям не полетели Никому не доверяют Пять гусей сидят 150 метров от нас Вот за этой горочкой Это серые хитрые гуси И ничего не надо Ни свои братья Ни профиля Ни манки Ничего не надо Они сами себя на уме Два веселых гуся Жили у бабуси Один серый, другой белый Два веселых гуся Тоже на кислороде Каком-то Хорошо Блин Сели Блин, я уже думал эти зайдут О, смотри, как налетает Хорошо О, смотри, и сел Ну вот, сидит перед тобой Видишь Я вижу его голову Когда он поднимает Еще один хибис налетает На голову О, они не так уж и далеко Делюсь Сильно быстро ходят О, поднялись О, видишь Сзади Блин Ну что они исполняют Бляхомух Везде летаем Только, бляхомух Они там, где мы сидим Ой, сели там дальше Вряд ли они налетят Конечно Блин, Димон Как Как Блин Димон Сейчас можно налетит опять Бляха вообще было неудобно Стрелять У меня ружье просто лежало наверху Я пока его схватил Да я вот так И так уже стрелял Знаешь, через спину Ну, я не развернулся Понял? Через спину стрелял Блин, ну С полем что? Вот такой Серый гусь Большой Огромный просто Два белолобика Да Да Мы же их больше Чем два белолобика Видишь? Блин, ну как Два Ну я реально Ну, как получилось Уже так получилось Ну да Хоть два дня Один гусь Ну это ему хорошо досталось Охота одного налета Ну реально Серые они Не реагируют практически Ни на манки Ни на профиля Ни на что не реагируют Они такие прошаренные Местные Тут их охотят Как бы Весь сезон Каждый год Они Все знают Тут просто Налетит, не налетит Повезет, не повезет Вот сегодня повезло Надо было Два конечно Сбивать пару Но Не получилось Немножко растерялись Ждали, ждали Этого момента И когда он настал То До свидания Блин, ну как так? Ну, пять выстрелов, все в молоко На вчерашнем месте поехал сегодня один, Сергея не получается, но пытаемся добыть того же серого гуся, пока была одна попытка, неудачная Гагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагаг два журавля, прямо в профиле, здесь маскировка хорошая танцую журавли, весна, красота вот он полетает, вот он находит на высоко, еще высоко, идем пока пропускать и ждать вот он, вот он, вот он, вот еще он сейчас налетит на высоко, высоко да, да, да есть вот он, готов наконец-то я его добыл, этого гусика ну, 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 все, 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 вот такой серый гусь есть был добыт с тройки, 32 грамма, обычная зотовская тройка да, 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 да сидит в болоте в основном, одиночки, которые разбитые уже подлетают только, наманиваются, сегодня даже не манил, пробовал охотиться без манка вообще, получилось как-то так. Я вот добыл серого гуся, я его вчера замариновал сразу же, мариновал просто по специям перец или сунели, все он сутки так лежал, готовить его с гречкой, нам понадобится также морковь, лук, приправа, перец, зира, для того, чтобы гречка была рассыпчатая, всыпаем просто на свою сковородку без ничего, прокаливаем, постоянно помешиваем, минуты 3-4 всыпаем пастрюлю, заливаем горячей водой, варим ее не до готовности, а минут 10, чтобы она просто убрала в себя воду, она дойдет внутри в гусе, заливаем ее горячей водой, включаем огонь на минут 10, заливаем ее, в это время продолжаем нарезать морковь, лук, потом уже обжариваем, сразу лук идет на обжарку и туда же добавляем морковь, солим, размалываем специи, наши грибы, все это обжаривается вместе, так, берем рукав, меряем по гусю, добавляем гречку, сюда грибы, добавляем все специи, какой же стоит аромат, особенно мне нравится запах зерой, начинаем пассеровать гуся, сильно плотно тоже набивать нельзя, потому что гречка еще увеличится в форме, ну пусть большой, серый, поэтому я думаю гречки сюда влезет много, все самое вкусное будет смотреть, так, после этого мы берем обычные зубочистки и начинаем протыкать, затягивать. После этого мы берем нитку обычную, вот, начинаем затягивать. можно зашить, кто-то зашивает гуся в руках, так называемый, заматываясь, лишнее обрезаем, немного растительного масла, гусь весит 3 килограмма, минимум 3 часа его тушу, 180-200, так смотри, какой гусь великолепно приготовленный. Всем рекомендую такое блюдо, именно с гречкой, с гребами, у меня любит вся семья его. Вообще, кому интересен такой контент, готовка дичи, на улице, на мангале, в казане, на костре, пишите в комментариях, буду пробовать что-то новое. Все, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, увидимся в угодьях. Субтитры сделал DimaTorzok